В эфире канал Стройгарант Анапа. Здравствуйте! Мы продолжаем обзоры домов, которые сейчас находятся в свободной продаже. И, кстати, хочу обратить внимание, что на нашем сайте указаны цены на каждый дом, который вас интересует. На сегодня мы приглашаем вас познакомиться с домом 90 квадратных метров. Интересный дизайн в этом доме. Он находится в чистовой отделке. Итак, поехали! Много коттеджей строится. Сейчас мы слышим вот этот вот шум такой. Это идет механизированная стяжка пола в соседнем доме, обзор которого мы тоже очень скоро будем снимать. Но вернемся к 90-му дому. Дом при чистовой отделке. Сдается он. Сразу есть отсыпка для автомобиля, для тротуарной дорожки. Успели заметить, что дом выполнен. Штукатурка Баумит. Отмостка. Обязательная часть в каждом доме. Она должна быть связана с монолитной плитой. Но и крыльцо. Крыльцо почти 10 квадратных метров. Его можно застеклить. Можно поставить перегородки. Но для комфорта, для уюта это уже дополнительные работы. И я так вижу, что здесь есть выходы под радиатор. То есть, если мы сделаем застекление, пластиковые окна панорамные, то здесь будет достаточно тепло. Но это опять на усмотрение владельца. Дом может стать вашим. Касаемо крыши. Выполнена она из металлочерепицы. Там есть снегодержатели. Мы видим, что есть сток для воды. Но и под самой крышей, конечно же, присутствует гидропароизоляция. Это важный элемент, чтобы сохранять тепло, чтобы все было согласно технологиям. Какие интересные дизайнерские решения внутри этого дома. И нас сразу встречает прихожая. Она чуть-чуть больше 4 квадратных метров. Здесь, конечно же, друзья, обязательно теплый пол. То есть, достаточно уютно, комфортно зимой особенно. Потому что тоже бывает минусовая температура в нашем южном регионе. Управление достаточно удобное. 15 киловатт электричества обязательно натяжное. Светлый потолок, светлые обои, светлая комната, радиатор. Так что холодно не будет, как вы только зайдете в дом. Ну, а теперь самое интересное, наверное, самая вкусная часть дома. Внимание, поехали. Прихожая, безусловно, это сердце дома. Почти что 6 квадратных метров. За моей спиной 2 спальные комнаты. К ним мы еще вернемся. Там достаточно интересные дизайнерские решения. Но кухня-гостиная. Это то место, которое впечатляет 29 квадратных метров. Ребят, это студия в вашем доме. 29 квадратных метров. Теплый пол на территории кухни. Уверен, здесь удачно разместится стол. Все коммуникации, все выходы есть. Мы видим, что есть уже котел тоже установлен. Управление теплым полом. То есть вся инженерка готова в этом доме. Ну, заезжай и живи. Отметим, что в этом проекте 3 спальные комнаты. Одну из которых мы сейчас посетим. Но расскажу по небольшую разницу. Есть проект 86-го дома. Там этой стены нет. Там 2 спальные комнаты. Но там же за счет этого кухня-гостиная больше. Да, достаточно большая. Но здесь 3 спальные комнаты. Это классно. И одна из них достаточно светлая. С эркерными окнами. Приглашаю. Спальня 17 квадратных метров. Ну, и здесь, конечно, лично мне хочется отдать должное нашим дизайнерам. На обоях визуально все похоже на какие-то цветочки. Может быть, облака. Ну, то есть кто что видит. Но и при всем при этом очень хорошо гармонирует с номинатом. Кстати, он 34-го класса. Напомню, что это самый высокий класс номината. Самый прочный. Который не боится ни ударов, ни воды. И достаточно долговечный. Но помимо этого есть еще 2 спальные комнаты. Но применение будет у всех разное. Познакомимся с первой. Тоже светлая. Но и обратим внимание, что во всех комнатах совершенно разные обои. Но при всем при этом есть единая гармония. Площадь этой комнаты 11,7 квадратных метров. И приглашаем также зайти в соседнюю спальню. Она не менее светлая. И здесь уже совершенно другой рисунок на обоях. И при всем при этом есть чувство гармонии, чувство такта. Кстати, площадь этой комнаты 12,7 квадратных метров. Достаточно для двуспальной кровати или для детской комнаты. Спальные комнаты прекрасные. Санузел. Санузел у нас 6 квадратных метров. Почти 6. На самом деле 5,8. Но визуально, кстати, не скажешь. Визуально, мне кажется, больше и тянет на все 7. Ну, проект уже 5,8. За счет чего? За счет, наверное, оптического обмана. За счет хорошего выбора именно плитки. Она дает чувство полноты, чувство пространства. Ну, и, конечно, как всегда, в чистовой отделке все внутренние работы выполнены. Коммуникации все подведены. Для раковины, для унитаза, для умывальника и, конечно же, для стиральной машинки. Но объем чувствуется. Не устаю говорить о том, что кухня-гостиная прекраснейшая, светлое место, где вы будете проводить очень много времени. Но терраса не менее привлекательна. Кстати, 21 квадратный метр здесь. И ваш земельный участок. Больше 6 соток земли. Это достаточно много. Кстати, на террасе можно установить дополнительные работы. Сделать навес. Тем самым будет такая своего рода беседка. Можно поставить панорамные окна. Ну, в общем, что хотите. Все у нас есть. Наши специалисты это сделают, проконсультируют. Возможно, все. Ну, что ж, дорогие друзья, сейчас я хочу ответить на самый часто задаваемый вопрос. Входит ли земля в стоимость дома? Да, входит все по единой цене. Напомню, на нашем сайте уже есть все цены актуальные вот на данный момент. То есть вы зашли на сайт и знаете, сколько стоит дом. Вот такая информация. На сегодня это все. Мы ждем ваших комментариев. Обязательно лайки. Друзья, подписывайтесь. Для нас это очень важно, потому что мы работаем для вас. В эфире был канал «Стройгарантанапа». До новых встреч. Пока. Чего не кричишь? Кричу, да давай. Прикинь, звукоизоляция какая? Да ладно. Да, я вообще не слышал ничего. Не, ладно, сейчас я готов. Спасибо. 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 Спасибо.